Там, где убивали людей, будут готовить салаты. Новые данные о судьбе знаменитого расстрельного дома в Москве. Впрочем, пока в виде информации, которую еще предстоит подтвердить. Однако появление слухов настораживает. Активная реставрация Никольской 23 идет больше года. Ну а споры вокруг того, что должно быть внутри дома со сложной историей, не утихают уже лет 20. Здание – памятник сразу нескольким эпохам. Но самые громкие дискуссии вызывают, конечно, 30-е годы прошлого века, когда там заседала коллегия, выносившая смертные приговоры. Теперь в подвалах, где их приводили в исполнение, могут начать готовить блюда для состоятельных клиентов. Сейчас расстрельный дом в частной собственности. Информация о том, как владельцы могут им распорядиться, самая противоречивая. Еще недавно говорилось о планах открыть там бутик парфюмерии. Но, возможно, все зашло намного дальше. В блогах уже пишут, экспертиза разрешила приспособить дом для современного использования. В самом ли деле речь о ресторанах? Разбирался Антон Подковенко. Антон, приветствую. Приветствую. Ну, неужели правда? Да, правда. Мы только что получили подтверждение. Однако на 100%, конечно, утверждать нельзя. Судя по всему, впереди большой скандал. В расстрельных подвалах, возможно, будет ресторанная кухня. А то и прямо столики поставят. Общественное обсуждение научно-проектной документации по дому на Никольской, 23, закончилось только что. Вот дата. Все бумаги на сайте Департамента культурного наследия Москвы. Речь про освещение горячего и холодного цехов и цеха обработки зелени. Вообще, у заказчика большие планы. Обсуждали тоже, где какие подъемники будут ставить. По нашим сведениям, и это можно заключить из актов экспертизы, там перекрывается внутренний дворик. Видно, что подвальная часть, видимо, первый этаж, предназначается для едальной ресторана или кафе. Напомню, подвальная часть, это так, к которой относится, собственно, предание о расстрелах. И, конечно, худшее, что можно здесь придумать, это рассаживать здесь людей. С 1935-го до конца 40-х в доме на Никольской заседала военная коллегия Верховного суда СССР. Это самая долгая и страшная страница истории здания. Приговоры выносили тройками, тут же приводили в исполнение. В 1937-м, например, расстреляли маршала Тухачевского. Сейчас дом на Никольской 23 в лесах и затянут декоративной тканью. Реставрация идет давно, вокруг нее тоже немало споров было. В частности, не потеряется ли исторический облик здания. У дома, вообще-то, статус объекта культурного наследия регионального значения. А год назад в нем чуть не открыли парфюмерный бутик. Общественность возмутилась, и родственники тех людей, которые получили там смертный приговор, были этим возмущены. Безусловно, размещение ресторана в здании, которое в народе называют расстрельный дом, недопустимо. Как и недопустимо размещение парфюмерного бутика. Предполагаемый владелец дома на Никольской некто Владимир Давидий. Бизнесмен, управляющий компанией, который занимается поставками как раз-таки парфюмерии. Элитной. По крайней мере, так пишут в СМИ. Как говорят в Вархнадзоре, теперь все зависит от того, согласятся ли чиновники с выводами экспертизы о том, что можно готовить еду и кормить гостей в подвалах расстрельного дома на Никольской. Хотя, это еще вопрос, у кого вообще кусок в горло полезет в бывших-то застенках. Антон Подковенко об отношении к истории.